Если обычный житель в такую погоду может только простыть или в худшем случае отморозить нос, то для бездомных предстоящая неделя это настоящая борьба за выживание. На Сибирске при таких морозах работает автобус епархиального центра помощи, в котором можно получить и горячий чай, и одежду. Подробнее в сюжете моих коллег. Первый раз обратился, да? Ночь, улица, фонарь, вокзал, минус 26. В автобусе волонтёр Яна Михеева записывает паспортные данные очередного бездомного. Но это если есть паспорт. Чаще всего люди без документов. В последнее время это молодёжь, это люди до 35 лет. Ситуации бывают разные. Кто-то из деревень приезжает в город на заработки и теряет документы. Много детдомовцев. Всегда по-разному. В автобусе первым делом наливают чай. Не кипяток. Замёрзшему человеку нельзя сильно горячее. И предлагают переночевать в центре помощи бездомным, где переоденут в сухое и чистое. Накормят и помогут восстановить документы. Если возможно. Мы тесно сотрудничаем со всеми профильными государственными органами и структурами, которые занимаются. Это медицинские учреждения, это управление федеральной миграционной службы, которое занимается восстановлением документов. Это ещё разные социальные учреждения. Александру Базанову 20 лет. Рассказывает, на улице оказался полтора года назад. Вырос в приёмной семье. Но как только исполнилось 18, государство перестало платить за него деньги. И опекуны выгнали парня на улицу. В довершении ко всему сломал обе ноги. В больнице сделали операцию, выписали, но идти было некуда. А я лёд, брату пишу, так и так выписываю мне с ногами, ещё три месяца лежать. Куда, как идти-то куда? В подъезд, что ли? Ну и всё, уже там в больнице начало светиться, что-то где-то там знакомые, незнакомые. Позвонили в администрацию. Мне всё сказали тебя определять. Типа, ну, вот сюда, в центр. Однако сотрудники центра говорят, очень многие бездомные предпочитают вернуться на улицу. Если не сразу, то как только потеплеет. Впрочем, есть и истории со счастливым концом. Водитель, например, яркий пример у нас был. Сейчас он зарабатывает деньги, помирился с женой, наладил контакты с детьми, со своими. И то есть вполне нормально живёт. Даже, я бы сказал, получше некоторых людей. В прошлом году в этом центре в буквальном смысле спасли от смерти около 200 человек. Автобус готовят к следующим рейсам. Морозы крепнут. Александр Куршев, Артём Суховей, Антон Мамаев. Новости ОТС.